Друзья, всем привет! Хотела вам рассказать про основные цвета в красках. Из трех базовых цветов намешать все цвета цветового круга. Вот желтый средний, карминовый, это основные цвета, вы их никак не мешаете, да? И голубая ФЦ. Синий ФЦ, голубой ФЦ. Вот это вот три основных цвета, которые вам обязательно нужны, нужны в живописи. Также, конечно, белила. Белила титановые у меня, есть цинковые. Цинковые, они более такие, не такие укрывистые, лучше берите титановые. И также что-то темненькое вам надо обязательно, сажа газовая, либо индиго. Индиго более синевой такой цвет, сажа газовая, ну, классический черный цвет, да? Давайте сейчас я вам покажу, продемонстрирую, смешаю из этих трех цветов, да, все цвета цветового круга. Желтый наношу, желтый берите, желтый светлый или желтый средний. Желтый темный, он уже такой под оранжевинку чуть-чуть идет. Потом карминовый наношу. И вот, смотрите, смешивается карминовый. Карминовый это такой яркий, розовый, такой, знаете, не классический вот красный цвет, да, такой под оранжевинку, а именно розовинка в нем есть. И вот если смешать карминовый, либо можно взять манженту, да, еще классический такой розовый цвет, карминовый с желтым, то у вас как раз-таки получится в зависимости от соотношений, да? Если чуть-чуть желтого с карминовым, то у вас получится вот этот классический красный цвет. Если больше желтинки, то уже оранжевый, либо желтый темный, да, цвет. Далее синий ФЦ наношу внизу. И, соответственно, синий ФЦ с зеленым даст, с желтым даст вам зеленый цвет. Вот, смешиваю. Чем больше желтинки, тем более салатовый ваш зеленый будет. До даже лимонного, да, если в желтый добавить капельку-капельку синего, то у вас получится такой лимонный цвет. Вот сейчас я намешаю его. Вот тут, видите, много желтого и чуть-чуть синего. Либо у вас получится зеленый классический, темно-зеленый, да, синий, голубой цвет. Голубой это с синим с белым, когда смешаете. Либо бирюзовый, да. И далее снова замыкаем свой круг. Наношу карминовый, розовый, плюс синий. С палитры вот беру синий ФЦ свой. И, соответственно, у нас получается фиолетовый цвет. Если больше в фиолетовинке этой, да, больше розового, карминового, то будет такой сливовый цвет. Если больше синевый, то фиолетоватый такой цвет. Или даже чуть-чуть в ваш синий добавить розового, то получится даже ультрамарин такой цвет. Тоже есть в живописи. Художники используют в основном ультрамарин. И вот в итоге вот наш цветовой круг, да, я вам показывал вот эту вот схему как-то в каких-то видео. И вот замкнулся он, да. Все цвета цветового круга мы намешали из трех базовых цветов. Вот сейчас я вам продемонстрирую. Более оранжевый добавлю. Более желтый добавлю, и получится оранжевый, да. Оранжевый, либо вот алый такой красный, классический цвет красный, из которого вы не намешаете фиолетовые или розовые цвета. Вам именно надо себе купить карминовый или мадженто цвет, то есть розовый такой. И уже из розового вы сможете намешать себе красный, если вам надо, да, либо оранжевый цвет. Вот. И в итоге желтый, салатовый, синий, фиолетовый, сливовый оттенки, все красные, бургундий, да, бургундий цвет. Розовый, красный, оранжевый, желтый. Все цвета есть у нас из трех базовых цветов. Трех базовых красочек. Это у меня масло было. Что еще? Что еще, какие можно использовать цвета? То есть это основные, да, которые вам надо купить. Смотрите, синий фице, он очень такой, конечно, художники его не очень любят, он очень такой ядреный. Можно купить еще ультрамарин. Как намешать коричневый? Вот я тут показываю цвет. Нет, просто три цвета базовых, основных вместе. Вот я нанесла желтый, синий и красный. И вот у вас получается такой темно-коричневый цвет. Можно его сейчас будет разбелить, и я вам покажу. Конечно, лучше уже купить хотя бы, да, коричневый, охру какую-нибудь. Я сейчас буду вам показывать. Еще такие дополнительные цвета, но они тоже, я считаю, их довольно-таки основными в живописи. Потому что чистый пигмент, он только в самом тюбике. Можно намешать, да, конечно, и фиолетовый цвет, и зеленый, и коричневый, и охру, оранжевый. Но как умбру, охру, мне кажется, можно купить тюбик просто. Просто они очень часто их используете в живописи. Вот, ну, в итоге вот такой вот коричневый получился, да. Вот у меня есть умбра. Умбра жженая, ее я использую. Вот она у меня на палитре. Вот, посмотрите. Она такая более, более натуральный, да, цвет такой. Вот, поэтому советую я, конечно, еще умбру вам прикупить. Вот я сейчас ее разбилю. И получится такой немного телесный, да, цвет. Еще я вот телесную люблю, в цветы ее добавляю, в морские пейзажи. Во всякие пляжики. Телесная вот у меня такой есть. Ее, конечно, тоже можно намешать. Там оранжевый с много-много белил, или там умбрус много белил, да. Вот. Какие еще цвета можно использовать? Охра. Охра желтая или охра золотая. Вот, смотрите, я сейчас выдавлю, вам покажу. Тоже можно ее, конечно, намешать. Из желтого, вот сейчас я покажу, вытру пальчик свой. Из желтого, вот, среднего. Просто подтемни чем-то вот краснинкой, да, карминовым. Только совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть надо было. Больше желтинки сейчас добавлю. И капельку-капелька синевы. То есть, это охра, это такой светло-светло-коричневый цвет, где, в котором очень много желтого. Вот, смотрите. Белила. Или вот оранжевинка, да, с белилами. И чуть-чуть синевы, вот, совсем капельку. То есть, приглушить вот эту вот оранжевость. То есть, вот, практически охристый цвет. Там в зависимости, охра тоже разные бывают. Охра желтая, охра золотистая, охра светлая. Разные бывают. Фиолетовый, да, вот он. Из ультрамарина, точнее, синий ФЦ, либо ультрамарин, плюс карминового. Получится у вас фиолетовый цвет. Ну, я тоже прикупила. Такой тоже для меня это основной цвет. Чтобы постоянно не смешивать. Вот ультрамарин, смотрите. Ультрамарин и синий ФЦ. Чем они отличаются? Сейчас я вам покажу. Вот ультрамарин. Он такой же синий, но чуть-чуть фиолетоватый. А голубой ФЦ, он все-таки синий классический такой, вырви глаз. Вот как раз-таки из ФЦ. Вот, посмотрите, справа ФЦ, а слева ультрамарин. Ультрамарин более фиолетоватый такой, да. Вот художники его любят, больше используют, конечно, в живописи ультрамарин. А синий ФЦ, зато в разбиле синий ФЦ вам даст хороший голубой цвет. Сейчас я вам покажу. С белилами. Вот синий ФЦ с белилами. Голубой цвет. У меня тоже есть вот он, цирулиум голубой в тюбике отдельно. Просто я люблю пейзажи, да, и поэтому постоянно смешивать. Я люблю вот, чтобы у меня был голубой, в принципе, цвет. Но можно его вполне намешать с основного базового цвета, да, синего ФЦ. Синий ФЦ, голубой ФЦ. Вот еще бирюзовый есть у меня, потому что тоже я морские пейзажики люблю писать. Но бирюзовый спокойно тоже можно намешать. Это такой же голубой, да, просто немного с желтинкой. Немного с желтинки добавить. Вот сейчас высветлю. Синий ФЦ, да, голубой ФЦ с белилами. Это у нас голубой будет. И немного с желтинки. Будет бирюзовый. Вот. Один и тот же цвет, да. Если больше белил, то такой светло-бирюзовый-лазурный. Больше желтинки. Прям вообще такой, знаете, турецкое. Турецко-зеленое, по-моему, называется. Ну, то есть бирюзовый. Вот все морские пейзажики с таким цветом пишутся, да. Голубой, бирюзовый. То есть тут регулируете просто белило, желтинку. И вообще у вас любой цвет получится. Любые голубые, бирюзовые цвета выйдут. Так что не обязательно скупать все тюбики красок, да. Можно все намешать. Вот у меня есть зеленая травяная. Вот она, да. Мы намешали с голубого ФЦ плюс зеленый. Ой, плюс желтый. Вот зеленая травяная. В принципе, я тоже много пейзажиков пишу. Зелени, цветов. Зеленую я использую много. Поэтому у меня тоже отдельный тюбик есть. Далее. Кадми оранжевый. Тоже у меня отдельный тюбик есть, но прекрасно он, можно его намешать. Да, и желтого, и карминового. Ну, у меня вот есть отдельный тоже тюбик. Что еще? Лимонное желтое у меня тоже есть отдельный тюбик. Это практически желтый средний. Просто немного, видите, холодный цвет. Холодный. Из него хорошо получаются все салатовые. То есть желтые, допустим, желтый средний, он уже такой ближе к теплинке идет, ближе к оранжевинке, да. То есть там уже пигмент есть красный, пигмент в нем. Поэтому яркий такой, насыщенный салатовый или бирюзовый у вас не получится, конечно. Но это все такие нюансы, я просто не хочу вас запутать, если вы новичок. Вот. Просто берите какой-нибудь желтый средний, либо желто-светлый цвет, как базовый. Вот, допустим, сажа газовая у меня. А нет, это у меня индиго, а это сажа газовая. Сейчас я вам покажу, в чем разница. Нанесла индиго, а вот снизу сажа газовая. И сейчас посмотрим, в чем разница. Индиго в разбиле он даст вам синий-серый цвет. Вот индиго. Сажа газовая – это классический черный цвет. Вот индиго разбеливаю. Видите, синева есть, такой холодный. И вот сейчас разбелю вам сажу газовую. То есть классический серый цвет, глухой. Я и тот, и тот использую, но в основном в живописи я использую индиго. Мне больше нравится индиго. Все-таки он такой более живописный цвет. А сажа газовая – он глухой цвет. Но иногда в каких-то картинах, знаете, на заказ, допустим, надо использовать и вот такой классический сажу газовую. Поэтому у меня и тот, и тот есть. Но индиго я использую больше в живописи. А вообще художники не используют черный цвет. Они его всегда смешивают. Потому что в природе считается, что нет черного цвета. Всегда это что-то такое темно-темно-фиолетовое, какое-то зеленое там, синее. Вот, если вы намешаете, в принципе, красный, да, карминовый плюс ультрамарин или там синий ФЦ, да, вот карминовый плюс синий ФЦ намешаете, то у вас будет прям такой темный-темный-темный фиолетовый цвет. И он уже подойдет вам как альтернатива черному, если что. Это у меня масло в итоге. Показывают, что белила у меня тут всегда выдавлены, телесная, желтая, охра, оранжевый, карминовый, умбра, зеленый, бирюзовый, голубой, ультрамарин, фиолетовый и индиго у меня всегда тут выдавлены. Что касается акрила, то тут то же самое. Просто у меня другие тюбики, да. В акриле вы используете те же самые цвета. Белые белила, титановые, черные и три базовых цвета. Желтая средняя, голубая ФЦ и карминовый. Вот. Покупаете просто побольше красочки, побольше тюбики, да. Есть вот такие вот тюбики, не в тюбиках, а в баночках, да. В чем в них разница? Вы можете просто мастихинчиком, да, или кисточкой выковыривать оттуда краски, класть их на палитру, а потом удобно, если вы не доиспользовали их, положить обратно в баночку. Тут, конечно, с тюбиком выдавить удобно, но не засунуть обратно красочку, если у вас какая-то осталась, да. В масле ничего страшного. Масло может там несколько дней лежать на палитре, и вы потом к нему вернетесь, ничего с краской не сделается. А вот акрил высыхает там спустя, наверное, час. Поэтому такой вот тоже выбирайте для себя, что лучше, тюбики, либо баночки. Есть наборчики красок, да, вот такие вот маленькие, либо большие. Я не рекомендую их покупать, наборы, потому что в них в основном содержатся очень не очень краски по цветам. Допустим, вот красные, может содержаться красная, да, вот такая классическая красная с оранжевинкой, тёплый красный, из которого у вас не получится никакие ни фиолетовые, ни розовые оттенки. Сейчас я вам продемонстрирую. Это вот именно вот эта вот боль, да, детство, когда ты хочешь намешать фиолетовые, а у тебя только красный классический, вот такой тёплый и синий, и из него не получается фиолетовый. Из него получается какой-то фиолетово-коричневый цвет, грязный, да. А тебе надо яркий классический фиолетовый цвет. Всё потому, что в красном, вот в этом классическом, тёплом, есть желтинка. А желтинка нейтрализует фиолетовый цвет, и он становится таким тусклым, грязным. Поэтому не рекомендую покупать наборчики, либо наборчики покупайте, где у вас есть основные базовые цвета. Какой-нибудь розовый, да, карминовый, мадженто, краплак. Вот разбеливаю сейчас свой вот этот вот недофиолетовый, видите? То есть он такой какой-то бордово-коричневый, но это не фиолетовый цвет. Вот, никогда у вас не получится фиолетовый из вот этого классического тёплого красного цвета. Вот, и про наборы лучше в наборах не покупать. Лучше отдельно купите красочки, тюбики, да и всё. Вот, у меня есть мадженто, вот тоже классический розовый, да, либо карминовый берите. То есть из красного берите карминовый, либо мадженту. На крайний случай там есть розовые ещё какие-то, да, цвета розовые, там, и, по-моему, ещё краплак тоже. Но краплак, он такой более уже, знаете, такой темноватый, какой-то грязноватый розовый и тёмный. Ну, а на крайний случай можно и краплак взять. И вот я нанесла сейчас красный, обычный, да, классический тёплый и розовый свой краплак. Карминовый, да, там, мадженту свою. То есть уже видно, что розовый, маджента, он холодный оттенок, да, холодный цвет. И из него прекрасно выйдут все, все цвета в цветовом круге. Все оттеночки фиолетовые, бордовые, вот, все, вот видите, холодный розовый. А сверху тёплый красный, не базовый цвет. Вот этот тёплый красный, не базовый цвет. И сейчас я намешаю из вот как раз-таки розового, карминового, да, с синим ФЦ. Классический, с двумя базовыми цветами, намешаю фиолетовый. И вот он, вот он выходит. Больше синевы добавляете, да, больше ваш фиолетовый будет синевой такой, холодный. Больше розовинки, он будет более такой сиреневым. Вот, то есть регулируете сами красочки, количество красок, да. Разбели, вот получается вам фиолетовый цвет. Вот, и сравните сейчас. Внизу вот с классическим красным, да, я намешала. Синий плюс классический красный, тёплый, какой коричневый цвет. И с розовым, какой красивый фиолетовый. И вот с тюбика я выдавила фиолетовый свой. Вот, разбели он. Да, конечно, в тюбике более, такие цвета, знаете, чистые. Вот, чем вы намешаете. Потому что это всё пигменты. И в тюбиках отдельные красочки. Они, конечно, чище, ярче. Вот, поэтому если есть возможность, купите ещё какой-нибудь там фиолетовый, да, как у меня есть. А фиолетовый, там, ну, голубой, в принципе, можно и так намешать. Ну, вот хотя бы фиолетовый, умбру, охру купить. Что ещё я тут пытаюсь намешать, да, фиолетовый цвет, красивый. Добавляю голубой фице. Вот, ну, то есть спокойно можно намешать. Из карминового, мадженты, да, розового цвета. С синим фице, какой-нибудь фиолетовинку спокойно можно намешать. Поэтому не рекомендую покупать красную, тёплую, вот эту вот такую подоранжевинку, да, цвет. Просто купите карминовый. И у меня даже в масле нет. У меня был как-то в наборе, по-моему, или не в наборе. В общем, не помню. У меня был как-то красный классический, но я его очень редко использовала. У меня на лет пять этого тюбика хватило. Вот, поэтому сейчас я даже не покупаю. Если мне надо что-то красное, я, в принципе, я больше рисую каким-то розовым, знаете, таким карминовым. Если что-то надо красное намешать, то я спокойно вот оранжевинку свою смешиваю с карминовым. У меня выходит классический красный цвет. Вот, и намешала я фиолетовый, да. Фиолетово-розовый, фиолетово-синий такой. То есть регулируете больше синевые, больше розовинки, и у вас получается фиолетовым. Все оттенки фиолетового. Вот, из карминного и голубого ФЦ выходит фиолетовый цвет. Вот эти вот все цвета можно разбелить, да. Белило просто добавляем, допустим, вот в оранжевое. У нас получается светло-оранжевый, да, такой телесный, вот вам, пожалуйста, цвет. Белило плюс желтый, получается светло-желтый. То есть не обязательно покупать в тюбиках вот там какой-то светло-желтый, да, светло-салатовый. Вот, все можно намешать с белым цветом, смешать. Белило плюс карминовый, светло-розовый у вас получается. Светло-красный, да, персиковый все цвета. Все такие нежно-розовые. Вот, то есть белинами все смешиваете, и у вас куча-куча оттенков получается. Белило плюс, вот этот вот бордовый, да, фиолетовый. Все оттеночки у вас выходят. Светло-фиолетовый получается, светло-голубой, светло-синий, да. Вот так вот, светло-зеленый. То есть все красивые, вот эти вот морские, бирюзовые, синие оттенки у вас тоже выходят. Из трех, вот это вот все из трех базовых цветов, да. Карминовый, голубой ФЦ и желтая, средняя или светлая. Также можно черненького, чуть-чуть совсем добавить в ваш оттенок, допустим, там, в карминовый, в синий, да. И это приглушит ваш оттенок, но совсем чуть-чуть. Вот, и будет такая богатая прям живопись будет у вас, конечно. Не яркая, но приглушенная, довольно-таки классическая, да, живопись у вас выйдет. Вот, и вот так вот вы регулируете больше белил, больше черненького, больше того-другого цвета. И в итоге у вас все-все-все цвета, которые есть вообще в природе, можно получить здесь из пяти вот этих базовых оттенков. Как-нибудь сядьте и вот посмешивайте вот так вот на листочке, да, свои цвета. Посмотрите, какого вам не хватает, какого вам хватает. И вы для себя в итоге с опытом выберите свою уже палитру цветов, которые вам нужны. У каждого художника они свои. Вот я смешала сажу газовую, плюс белила, плюс охра, допустим, да, в итоге вот посмотрите, какой цвет получается, такой болотный какой-то. Вот, то есть вот так вот можно чуть-чуть черненького подобавлять в разные оттенки, и выходит новый какой-то оттенок. Вот, посидите, поэкспериментируйте, посмотрите, проверьте свои красочки, да, понамешивайте, наберитесь опыта намешивания, замешивания этих всех цветов. В итоге подытожим, какие нам цвета обязательно нужны, да, основные. Желтая, средняя, карминовая и голубая ФЦ. Три базовых, ну и, конечно же, черный какой-нибудь, да, и белила. Белила побольше берите всегда. И из этих пяти базовых оттенков у вас огромнейшая палитра выходит, красочек. Белла побольше берите всегда.